Здравствуйте, с вами Тест ТВ и я Светлана Вакуленко. Сегодня мы выбираем подогреватели для детского питания фирмы Маман. Все они представлены в ценовой категории до 1000 рублей. Модель для подогрева питья и еды, модель с соковыжималкой ручной и модель со стерилизатором. Первая модель у нас состоит из следующих частей. В ней есть крышечка, есть мерный стаканчик, правда отметок я никаких не нашла, поэтому опытным путем. И лифт для подъема бутылочек и баночек. Лифт очень простенький, без бортиков. У него всего лишь два режима. Есть переключатель, которым мы можем выбрать, подогреваем мы питье или подогреваем мы еду. И он оснащен двумя лампочками. Когда горит красная лампочка, это значит, что пища находится в состоянии подогрева. Если зеленая, это значит, что пища подогрелась и он выключится. В этой модели регулировать и выбрать температуру, до которой вы хотите подогреть, нельзя. Очень простенький регулятор. Принцип работы такой. Вы ставите бутылочку, наливаете туда воду, включаете в розетку, выбираете режим. Либо это вода, либо пища. И все, и ждете. У вас загорается красная лампочка. Когда загорается зеленая лампочка, вы можете достать с помощью лифта. Это сразу, на первый взгляд, виден недостаток, что у лифта нету бортиков. И бутылочку, или особенно, если вы подогреваете баночку, вот мы сейчас поставим баночку, когда вы ее вытаскиваете, вы должны быть готовы сразу ее снять, чтобы она не упала, не соскользнула и не разбилась. А вот эта модель состоит из деталек. Имеет крышечку красивого синего цвета, ручная соковыжималка, стаканчик. Лифта в этой модели для подъема баночек и бутылочек нету. Но зато здесь есть терморегулятор, и вы можете выбрать именно ту температуру, которая вам необходима. От 40 и до 100 градусов. В этой модели можно установить и выбрать температуру подогрева 100 градусов, но производитель именно эту модель не позиционирует как стерилизатор. Эта модель по цене такая же от предыдущих, ничем не отличается, но имеет очень важную функцию, функцию стерилизации. В этой модели у нас есть крышечка, стаканчик, в котором можно разогревать пищу, и есть лифт. Сразу же, на первый взгляд, лифт очень удобный, с бортиками, большой. Можно поместить туда как и бутылочку, так и баночку разных габаритов. По объему он больше, чем предыдущая моделька. Есть регулятор, мы можем выбрать температуру. Если вы не выключаете его из розетки, и не уворачиваете регулятор на положение выключено, то он автоматически будет поддерживать заданную температуру, то есть, когда вода остывает, он опять снова будет включаться и нагревать до выбранной температуры. В режиме стерилизации он работает следующим образом. Мы помещаем туда бутылочку, соску, либо соски, либо баночки. Закрываем стаканчиком, он попадает здесь в паз. Мы выбираем температуру 100 градусов, у вас загорается индикатор. Как только он погаснет, значит, что температура достаточная. Единственный минус, который я нашла, это, что при стерилизации, если вы хотите плотно закрыть, мы закрываем стаканчиком, но для того, чтобы достать, либо нужно сначала слить воду, либо приходится доставать рукой. Если мы используем для этой цели лифт, то здесь нет никаких пазов, никаких выемок, чтобы стакан плотно закрылся. Выбрать вы можете любую модель в зависимости от ваших потребностей. подогреватель с функцией стерилизации, подогреватель с соковыжималкой или просто подогреватель, но в нем есть приятная функция, это звуковая индикация о том, что ваше питание подогрелось. В любом случае, выбор за вами, но прежде чем купить, смотрите Тест ТВ. Редактор субтитров А.Семкин